Здравствуйте! С вами цифры. Что выгоднее, езда на общественном транспорте или на личном автомобиле? Тема эта в настоящее время весьма актуальна, так как цены на бензин, страховку и обслуживание автомобиля заставляют многих владельцев задумываться о рентабельности содержания своих железных коней. Рассмотрим ситуацию на конкретном человеке. Я владею недорогим автомобилем марки ВАЗ-2107, приобретенным в 2010 году по программе утилизации автомобилей. Машина эта инжекторная, ездит на 92-м бензине. Давайте посчитаем стоимость поездки в каждый рабочий день и в каждый выходной, а затем выведем среднюю стоимость поездки в месяц. Пусть это будет летний месяц, когда нужно ездить каждые выходные на дачу, на том и на другом виде транспорта. Считать будем время и деньги. От работы до дома ровно 10 километров. Маршрут такой. Спальный район, паркхаус и центр города, площадь Куйбышева. Утром на работу к 8.30, а вечером с работы в 17.00. Ну так, сначала считаем автомобиль. На 10 километров пути мой автомобиль расходует ровно 1 литр топлива. В моем случае это бензин средней стоимостью 34 рубля 50 копеек. За день две поездки, итого 69 рублей. Время. Утром и вечером я трачу по 30 минут. Итого в день 1 час тратится на дорогу до работы. Теперь считаем общественный транспорт. До моей работы существует прямой маршрут трамвая 20-й К. С 1 октября стоимость проезда стоит 25 рублей. Итак, стоимость поездок на трамвае составит для меня 50 рублей в день. Но времени уйдет значительно больше, в каждую сторону по часу, итого 2 часа. Теперь посчитаем выходные дни. Пусть это будет одна поездка на дачу и одна поездка в магазин за продуктами. Сначала автомобиль. Дача находится в 60 километров от города. За городом расход топлива заметно падает. Здесь уже на 10 километров пути тратится 0,6 литра бензина. Округлим. Для того, чтобы доехать до дачи, нужно 4 литра бензина или 138 рублей. Итого, поездка на дачу и возвращение с нее стоит мне 276 рублей. По времени час туда и час обратно. Итого 2 часа. Посчитаем теперь, сколько будет стоить съездить на дачу на автобусе. Дачные маршруты ходят на мою дачу с площади Кирова. До площади Кирова добираемся на общественном транспорте за 25 рублей. Затем покупаем билет на дачу за 90. Итого 230 рублей. Время в пути на маршрутке до места отправления 20 минут. До дачи 1 час 10 минут. Итого 3 часа. Поездка в магазин за продуктами на автомобиле стоит примерно 40 рублей. По времени занимает 30 минут. На автобусе 50 рублей. Времени займет больше, пусть час. И так получаем средний за месяц. Автомобиль это 90 рублей в день. Общественный транспорт 70. Чисто арифметически рассуждая, можно сделать вывод, что на общественном транспорте ездить гораздо выгоднее. Но в современной жизни очень дорого ценится время. А вот с экономией времени на общественном транспорте получается незадача. В этом обзоре мы не учитывали стоимость владения автомобилем. Это ОСАГО и техобслуживание. Конечно, если посчитать все это, то стоимость поездок на личном транспорте увеличится еще. Однако же, несмотря на это, большое количество горожан по-прежнему не отказывается от личного транспорта, делая выбор в пользу скорости и комфорта. Взвесив все эти факты, можно сделать вывод, что общественный транспорт – это замечательный способ увеличить свое благосостояние, сэкономив на дорогом обслуживании автомобиля. В свою очередь, личный автомобиль будет отличным вариантом для быстрого и комфортного путешествия. Таким образом, этот вопрос остается открытым и ждет новых и неожиданных решений. Итак, мой выбор на сегодняшний день – это автомобиль. Это были цифры.